Первый вывод это тренировочная программа Garmin. Собственно, результат достигнут, я тренировался только по ней, значит все работает. Другое дело, что показатели, да, то есть, как бы, вероятность того, что я ее сделаю, выполню свою цель, она была, ну, как я вам и говорил, там процентов 20-25, что, соответственно, говорит, а я ее сделал, да, сделал, ну, как бы так, практически на грани, но сделал. Вот, поэтому, что здесь можно сказать, возможно, ну, разработчики увидят мои отчеты, да, и скорректируют какой-то прогноз, потому что, ну, возможно, все-таки стоит, стоило бы дать больше, больше шанс и больше веры, да, тоже самое, как и в ситуации с кластером, когда в самый, я и стартовал с самого последнего, самого медленного кластера, вот. Значит, да, тренировочный план, насколько он хорош, насколько я могу его рекомендовать? Вот, я не могу его рекомендовать, потому что я больше других тренировочных планов не пробовал, не знаю, собственно, точно могу сказать, что тот тренировочный план, которому шел я, он рабочий, да, я свою, свою цель выполнил, для меня это, с одной стороны, меня, как бы, пугает, чем это все дело, что, там, полгода назад мой результат был час сорок семь, да, на полумарафон, собственно, там, спустя, не, не полгода назад, ну, 17 недель, это сколько? Четыре месяца, да, ну, да, четыре месяца, вот, спустя четыре месяца я улучшил результат на, там, две минуты, и, то есть, и у меня следующий вопрос, то есть, что, если я буду продолжать тренироваться в таком же стиле, то, значит, четыре месяца, это одна третья года, да, то есть, за год я буду улучшать примерно на шесть минут свое время, ну, и, как бы, я думаю, да нет, это вообще, ну, типа, и что, и, блин, а как же те ребята, которые бегают, там, полумарафоны, там, за час пятнадцать, это сколько мне надо, там, десять лет, что ли, тренироваться, чтобы, значит, прийти к этому результату, соответственно, я начинаю понимать, что есть более какие-то продвинутые техники тренировочного процесса, поэтому это, собственно, уже следующее, следующий этап, да, ну, это тоже интересный и прекрасный, надо будет изучать, тестировать, да, и смотреть на результаты, потому что, опять-таки, я вижу, ну, даже по тому вот, по тому же Сергею Довжику, Сергей же он Довжик, я все забываю, вот, Сергей Довжик, да, вот, то есть, по его прогрессу смотрю просто, он, значит, еще летом, когда мы, ну, там, познакомились заочно, он там бегал, там, ну, типа, тренировки у него были, там, в темпе пять минут на километр, а теперь он бегает почти четыре минуты на километр, там, по восемнадцать километров, и пульс у него, там, вообще, ну, там, в районе, там, сто пятьдесят ударов, ну, то есть, с огромным запасом, я вообще такой просто, типа, блин, нафигеть, вообще, ты, ты вообще крут, соответственно, он знает какую-то технику, да, технику тренировочного процесса, вот, надо будет к этому тоже все это изучать, смотреть и так далее. Так, сразу пока не забыл, негативный сплит, вот, видите, как мой темп менялся, соответственно, начинал я с 5.21, хотя, по факту, 5.22 я бежал, вот, и пульс 147 на начале, вот, и на финише, да, все-таки последний километр 4.46, а вот 20-й я неплохо пробежал, кстати, 20-й километр, это тот километр, где, как раз-таки, мне казалось, что я, кажется, не вывожу, а на самом-то деле, я там топил еще как, и, видимо, блин, интересно, то есть, может быть, я, как раз-таки, за этот километр и наверстал вот эти 13 секунд, короче, блин, так интересно это все, вот, видите, как, это мне еще одну историю напомнило, сори, что я так скачу, просто эмоции, я боюсь это все дело забыть, и обязательно вернусь к главной линии нашей, этот 1-3 атлет рассказывал, значит, что он, когда на какую-то гонку поехал, у него был свой план, он достаточно такой опытный спортсмен, много-много финишировал, и он примерно понимал, значит, какая у него должна быть раскладка на гонке, то есть, там, за сколько он должен, там, велоэтап сделать, беговой, там, плавательный и так далее, и вот он говорит, на велоэтапе я понимаю, что по времени просел вообще просто, просто, просто не едет, погода жаркая, какая-то влажность, просто пипец, и как бы просто он, короче, он сдался в какой-то момент, говорит, я перестал втапливать, потом на этом, в транзитной зоне, где ты, ну, с велосипеда на, ставишь велосипед, надеваешь беговую обувь и бежишь, говорит, я там что-то вообще перестал спешить, подошел к пункту питания, водички попил, вот, и бегу, и мне там что-то где-то там на 10-м километре говорят, ты, короче, там в лидерах, и тут, в чем прикол был, что было тяжело не только ему одному, а всем остальным тоже было так же тяжело, и, то есть, его, да, его личный результат, конечно, то есть, он пока, он бежал гораздо более хуже, но и все остальные также бежали гораздо более хуже, и он, вот, когда финишировал эту гонку, он сказал, блин, короче, а нафига я вообще, то есть, короче, когда вам тяжело, это, скорее всего, значит, что и всем остальным также тяжело, и вы все находитесь в равных условиях, поэтому никогда, никогда, никогда не сдавайтесь, это я в первую очередь говорю себе, да, и вот интересные цифры, да, просто офигеть, что в тот момент, когда я бежал и думал, что кажется, я замедляюсь, кажется, я замедлился, кажется, я не смогу больше ускориться, в этот момент я бежал самый быстрый свой интервал, 4 минуты 40, да, это просто самый быстрый мой интервал был, самый быстрый мой километр, вот, офигеть, просто офигеть, вот, блин, мозг прекрасен, просто как он это делает, то есть, я себе сказал, что, как бы, я не упарываюсь, я сейчас не втапливаю, то есть, я бегу на пределе своих, нет, это не предел своих возможностей, это предел, понятный для меня, значит, зоны, которую, ну, я уже, то есть, испробовал, я понимаю, что меня не вырубит в этом состоянии, и никакого вреда себе я не причиню, вот, оказывается, я втапливал еще как, блин, спасибо, спасибо, вселенная, спасибо, вот, мозг за то, что ты, ну, так, так мне помог с этим, это офигенно, это очень, очень интересный инсайт, вот, поэтому, опять-таки, все девайсы, да, как они помогают сильно анализировать, и ведь, смотрите, я сразу вот о чем думаю, представим, что я тренер, да, какого-то спортсмена, и, допустим, он бежит, у меня все его датчики есть, я получаю информацию там обо всем, и, соответственно, допустим, либо я ему, ну, еду рядом с ним на велосипеде, либо, там, не знаю, в наушнике ему говорю информацию, и вот это, опять-таки, про то, что, допустим, к примеру, что бы я хотел как тренер, я бы хотел, чтобы я атлету ставил план на гонку, допустим, даже по темпу, и в какой-то момент, чтобы у меня был контроль над его, значит, часами, чтобы я, скажем, мог делать для него вот такие вот, как бы, ловушки, то есть, что, что я имею в виду, что он, допустим, бежит в темпе 4.40, к примеру, а я показываю ему на часы, вывожу, что он бежит в темпе 4.42, и, как бы, и, то есть, атлет понимает, что, блин, типа, я не укладываюсь, и он начинает ускоряться, вот, тем самым он делает сверхусилия, да, и, ну, короче, это же круто, а думает, что он на самом деле просто бежит в нужном своем целевом темпе. Здесь тоже это есть грань между тем, что ты спортсмена стимулируешь, да, на сверхрезультат и демотивируешь, потому что, опять-таки, я демотивировался, да, когда я понял, что я не укладываюсь и не могу уже сверхусилий совершить. Точнее, я пробовал, но видел, что вот эти плюсики, плюс 13 секунд, они не сокращаются никак, вот. Вот, но, опять-таки, это все, это важно знать человека, его там особенности и так далее. Это тоже интересно, то есть, да, как тренеру, то есть, изучать человека, да, как он, как у него психика работает и так далее. Так, возвращаемся по поводу выводов. Значит, тренировочная программа, про тренировочную программу рассказал, да, то есть, определенно надо будет сейчас пощупать. Короче, пока давайте это опустим, в общем, я буду изучать, сейчас у меня вот все дороги открыты, буду понимать вообще, как, чего, куда дальше двигаться, в каком направлении, над скоростью работать или над более длительными расстояниями, вот. Значит, и следующее, что? Следующее, наверное, питание. С питанием вообще вопросов нету, да, то есть, во-первых, да, и как я и говорил, что я грамотно распланировал, как бы, свой режим, да, чтобы перед гонкой сходить в туалет, это, ну, правда, это, блин, настолько приятно, когда ты понимаешь, что, ну, то есть, ты большое дело сделал, вот. Значит, что, что по питанию? Тоже достаточно, ну, все хорошо, то есть, опять-таки, да, то, что я не съел третий гель, я прям чувствовал, что, вау, я прямо присыщен, во мне куча углеводов, куча топлива, куча электролитов, я пил плюс изотоники везде на всех пунктах, там тоже, да, углеводы есть, вот, поэтому, даже, знаете, я, когда пошел на завтрак, я, ну, как бы так, думаю, блин, ну, надо, надо позавтракать, думаю, ну, яичницу, там, белки надо съесть, я, кстати, не выпил этот восстановительный рекавери-дринк, то есть, у меня до сих пор лежит он в пакетике, вот, посмотрим, может быть, в аэропорту попью, вот, если там не найду, так, будут кафешки интересные, вот, блин, сколько же эмоций, а, вот, и как круто, что вы у меня есть, вот, потому что я сейчас могу ими с вами делиться, и у меня вот это срабатывает ощущение, да, что, ну, то есть, возможно, хотелось бы, да, это близкому человеку сейчас рассказывать, да, вот, а здесь, опять-таки, да, снова я зарываюсь в себя, да, что у меня теперь близкого человека заменяет вот это вот пусикам, да, белый цифровой девайс, вот, и все, мне как будто бы, типа, опять никто не нужен, ну, короче, это такая тонкая грань, конечно же, нет, конечно же, конечно же, нужен, вот, ну, естественно, это, ладно, сейчас, 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 сейчас не об этом все, вот, любимый человек, это, это прекрасно. Значит, по поводу питания, да, все разложил, значит, что у меня было вообще перед тем, как лечь спать, я съел пачку печенья, причем печенье очень удачное, оно было, особо много сахара не было, оно было даже немножко солененькое, вот, офигенно зашло, съел пачку, там примерно было, сколько там, в районе 500 калорий, как бы, ну, не так много, вот, ну, по сути, ну, как бы, типа, по сути, овсяную кашу съел, только чуть-чуть там сахара побольше было, вот, съел тоже там, по-моему, три маленьких банана, вот, и лег спать, соответственно, как я и говорил, да, долго не мог уснуть, потом, когда уснул, пропотел, ну, не сильно пропотел, но пропотел, и вот, когда я пропотел, пот был достаточно соленым, на гонке, кстати, пот не был соленым, ну, точнее, на самом деле, даже пота сильно не было, то есть, ну, ничего по лицу не текло, поэтому я, на самом деле, не чувствовал, насколько, типа, много соли выходит, но я точно был за это спокойен, потому что, во-первых, я пил везде изотоники, перед стартом я выпил этот вот, ну, как это, предстартовый напиток, да, в котором и углеводы, и все эти были, значит, калий, магний, натрий и так далее, кальций, по-моему, еще там, нет или нет, не помню, вот, значит, и, да, поэтому, то есть, и гели, да, то есть, питание во время гонки, гели, то есть, я прям чувствовал, что по нутриентам все прямо четко, никаких вздутий не было живота, то есть, в нужное время принял пищу, а, и когда я проснулся, я, то есть, я половину, полпачки печенья съел перед сном, и утром проснулся, то есть, это было где-то за два часа, ну, два-два с половиной часа до гонки, я съел, по-моему, пару бананов, что ли, один банан, или, я не помню, ел я банан или нет, и съел вот оставшуюся пачку печенья, вот, то есть, короче, все комфортно на гонке было, никаких вздутий, но, правда, нет, правда, пару раз были эти, значит, ну, желания, ну, просто там, как это, там, ну, сдануть, вот, и иногда я себе это позволял, но проблема была в том, что было достаточно тихо на улице, а, значит, я, я, правда, пытался подловить эти моменты, но это тоже, наверное, важно, да, то есть, об этом рассказывать, пытался эти моменты подловить, когда проезжал какой-нибудь мотоцикл, вот, и обычно у меня достаточно тихо получается, а здесь они прямо, блин, стреляют, ну, так прям, как бы это, было громко, прямо звонко, и почему-то это было обычно, когда я девушек обгонял, вот, короче, это, как сказать-то, хотел сказать, что это самое, светлокожих немножко это, как бы, обесчестил, что мы такие-то пердуны, короче, все, вот, ну, в общем, это, все это, это все неважно, это все весело, вот, самое главное, что ничем другим, да, эти, как бы, позывы не заканчивались, вот, поэтому, короче, по питанию вообще все четко, значит, достаточно хорошо организм гели принял, ну, вот, соответственно, ну, вот не съел третий гель, но просто, опять-таки, потому что я прям чувствовал, что нет, вот, прямо у меня с энергией точно все в порядке, как бы проблема, ну, не проблема, а то, что стоит, да, прокачивать, это именно выносливость сердечно-сосудистую систему, потому что пульс, ну, все, он подошел к, там, ну, не к верхней границе, но к такой, к максимуму, ну, нет, да, подошел к верхней границе моей, такой, прямо, боевого режима, вот, соответственно, здесь следующая у меня мысль, кофеин, то, о чем я вам и говорил, да, гель, который я купил с кофеином, с минимальным количеством, вот он как раз на эти случаи, значит, в чем, в чем, как бы, концепция, что мне теперь нужно проверить, что кофеин делает со мной, то есть, либо, да, представим ситуацию, вот, я уже бегу вот на этой финишной прямой, да, и вот гель с кофеином, который я принимаю за, смотрите, то есть, так не работает, что ты почувствовал усталость, выпил гель с кофеином и тебя сразу вставило, да, нет, насколько я понял, кофеин надо принимать за, условно говоря, вот я теперь знаю, что у меня, ну, как бы, все, у меня морально такая тяжесть начинается за 4 километра, за 3, за 4 километра до финиша, соответственно, где-то за 5 километров надо съесть гель с кофеином, чтобы кофеин, как бы, ну, начал действовать, а если ты съешь кофеин тогда, когда ты уже все устал, ты, типа, грубо говоря, финишируешь, и тебя кофеин, ну, начинает штырить, ты такой, ну, и что, и зачем, вот, короче, ну, это тоже стоит изучить, опять-таки, понять, может быть, у меня кофеин будет сразу штырить, ну, фиг знает, вот, и, собственно, да, вопрос в том, что, что в такой ситуации бы со мной произошло, либо я понял, что, вау, у меня второе дыхание открылось, я бы показал офигенно крутой результат, ну, то есть, круче, чем я ожидал, либо, наоборот, стало бы хуже, ну, то есть, типа, и так организму тяжело, да, а тут ты еще кофеин подкидываешь, который говорит, так, сердечко, давай-ка еще поколосимся посильнее и так далее, вот, это, короче, все стоит изучить и понять, потому что, если кофеин будет оказывать на меня вот это вот положительное воздействие, ну, тогда, блин, кайф, потому что, ну, в принципе, я не встречал таких, ну, спортсменов, да, ну, и любителей, которые прямо вот как я фанатично ищут гель без кофеином, кофеина, все кофеин хорошо принимают и так далее, ну, потому что все кофе пьют и так далее, я вспоминаю, как в Штатах я, ну, вот, на первом или на втором марафоне, на который я как раз камеру брал и снимал для вас весь забег, как я там подбегал к пункту питания и кричал, мне без кофеина, а эти ребята, они даже не знали, куда смотреть на гель, чтобы понять, с кофеином он или нет, там, кстати, как раз были вот эти гели GU, где просто крупно написано всегда на торце, с кофеином он или без, вот, короче, да, и там была история, что к первому кругу мне пришлось остановиться, они там начали искать этот гель, но шли, дали мне, ко второму кругу я уже заранее бегу и такой, без кофеина, они такие, о, да, чувак, мы тебя помним, конечно, у нас тут целая пачка для тебя никто больше не берет, вот, ешь на здоровье, ну, вот, ну, собственно, такая вот, как бы, история, да, поэтому, да, вот, гель с кофеином, это вот по питанию, наверное, такое следующее для меня, значит, такое, изыскание, дальше по питанию, что еще, что еще хочу добавить, опять-таки, да, я, как вы помните, я именно ел много соли, ну, там, последние, там, 2-3 дня, но ведь помимо соли, да, есть другие электролиты, это магний, калий, что там еще самое такое, ну, короче, вот, основные, да, это магний, да, калий, плюс, вот, витаминки, вот с этим надо тоже подразобраться, потому что, собственно, я их дополнительно не принимал, то есть принял только вот перед, ну, перед, перед стартом, и понятное дело, что, если мы говорим о загрузке, то, естественно, это, этого мало, ну, то есть это просто, то есть если, грубо говоря, у меня был дефицит этих минералов, да, то я, по сути дела, просто их перед стартом чуть-чуть выпил, и мне их чуть-чуть хватило, вот, поэтому этот момент, конечно, надо отследить, возможно, надо сдать анализы, посмотреть, да, содержание этих, вот, как раз минералов, микро-макронутриентов, вот, и как-то это дело тоже скорректировать, то есть, опять-таки, это открытый вопрос, да, надо ли мне витамины пить, надо ли, там, магний, натрий, ну, не натрий, а калий, вот, принимать, я даже путаюсь, да, вот, калий, кальций и так далее, то есть надо с этим тоже разобраться, вот, как это все работает, значит, для чего и так далее, и в каких пропорциях это все нужно, вот, с этим тоже интересно будет, в общем, разобраться, так, дальше, что у нас, блин, рубрика «Ребята из Гармин», я не знаю уже кто, короче, я, ну, я просто, я обожаю, я обожаю эти все научные изыскания, исследования, тестирования, таблички, дайте мне 100 марафонцев, которые у всех разные диеты, я все это сведу в одну табличку, построю график, и мы сможем сделать с вами, ну, на финише, значит, сравнить, как питание влияет на результаты, и, ну, вы же понимаете, к чему я это все веду, да, потому что это сборная, это сборная, это спорт высоких достижений, вот, как бы, ну, то есть, я с одной стороны себе сказал, да что ты, ты, у тебя даже образования медицинского нет, какой ты, вообще, ты, ты чё, с другой стороны, да, пофиг, самое главное, что есть желание, вот, возможно, что-то будет там не моими руками, не моей головой происходить, но самое важное, это импульс, да, тот импульс, который, я надеюсь, что будет только усиливаться, да, и разгораться во мне, вот, значит, значит, что, да, спать мы точно не будем до вылета, остался час, так, собственно, по питанию, наверное, все, все рассказал, да, что еще, какие у нас составляющие тренировки рассказал, питание рассказал, по экипировке, по экипировке внезапно, значит, что, как я и говорил, помните, у меня, вот, на этой ноге, вот этот палец, он, раньше, у меня, когда старые кроссовки были, я натирал именно вот этот палец, ноготь, ну, натирал на полумарафонах так, что он потом сходил, вот, в новых кроссовках я стал натирать вот эту вот верхнюю часть, у меня тут была небольшая такая мозолька, вот, после сегодняшней гонки она, как бы, усилилась, хорошая новость в том, что ноготь не затронут, собственно, спасибо кроссовкам, да, их форме и так далее, но интересная новость в том, что теперь вот этот палец на этой ноге, никогда такого не было, и вот тут есть, до, как бы, этой кровяной мозоли не дошло, но, как бы, намял, да, намял, вот, с другой стороны, радует, что это все было симметрично, значит, как-то бежал, ну, одинаково, да, кстати, давайте по поводу симметрии тоже посмотрим, это тоже моя была, тот момент, который я поначалу контролировал, да, опять-таки, помните, да, что я говорил, что у меня на левую ногу всегда как-то перевес идет, вот, и, собственно, всегда левая нога у меня больше в плане связок как-то получала какую-то нагрузку, а, собственно, когда я стал делать уже ближе к старту, ну, там, за пару недель скоростные работы, я стал пробовать разные, как раз, техники, стал ногу отводить за счет бедра назад, и это выровняло, выровняло мой темп, кстати, об этом вам не рассказывал, ой, не темп, а баланс, я стал более-менее ровно бегать, и вот, как раз на этом марафоне, полумарафоне, я это поначалу тоже отслеживал, и, то есть, когда я только бежал, значит, в темпе, в стартовом, да, там, 5.22, я ради интереса смотрел, что у меня там происходит с балансом, и он был, ну, как бы, не очень утешительный, ну, то есть, все равно был большой перевес, потом я где-то уже вышел, когда на 5 минут на темп, на 5 минут на километр, там у меня было тоже, ну, на самом деле, то есть, я думал, все-таки на высоких скоростях у меня все выравнивается, и так и было, ну, на тренировках, но на марафоне, во всяком случае, я этот параметр перестал контролировать после половины дистанции, до этого было все не так радужно, посмотрим, но перед этим я вот открыл статистику пробежки, и вот новые рекорды, настало время их принять, так, что у нас здесь, самые быстрые 5 километров, 23.40, предыдущий был 24.41, принимаем, красавчик, так, 10 километров, 48.03, предыдущие были 50.12, принимаем, красавчик, да, ну, это самое приятное, конечно, полумарафон, предыдущий результат был 1.47, теперь 1.45, принимаем, красавчик, капитальный, просто вообще разнос, все, это кайф, так, проголосуем теперь за саму тренировку, насколько она была тяжело, вот смотрите, здесь либо тяжело, либо очень тяжело, я поставлю очень тяжело, то есть, как бы, это максимальная оценка, почему, потому что, все-таки, здесь достаточно маленький шаг, то есть, если я поставлю тяжело, для меня это будет значить, что, как бы, ну, типа, было тяжело, но был еще запас, а по факту, я бежал здесь без запаса, но в страве, например, там более гибкая эта шкала, и там больше делений, поэтому я там поставил за одно деление до максимума, здесь все-таки придется поставить максимальное, хотя по факту, опять-таки, да, ну, то есть, максимального усилия объективно я не приложил, потому что, ну, не захотел уходить в неизведанную для меня зону какую-то, поставим very hard и отправим фидбэк, отлично, так, что еще один рекорд, нет, все, так, вот, что я хочу посмотреть, переходим сюда в статистику, значит, темп, ну, собственно, да, как же эта цифра радует, 4.59, средний темп, красота, вот, максимальный пульс был 179, ну, кстати, ну, как бы, то есть, да, что говорит о том, что я не зашел куда-то вообще в какой-то космос, для меня непонятный, примерный прогноз по выносливости практически в ноль ушли, то есть, ну, это такой, на самом деле, кстати, нет, нет, нифига, вот, следующий мой вывод в том, что, когда я буду делать длительные тренировки, я однозначно не буду делать полумарафоны, я всегда буду делать чуть больше на пару километров, потому что, ну, потому что реально тяжело последние километры бежать, а нужно так, чтобы ты пробегал полумарафон, и тебе было тяжело бежать следующие, там, пару километров, вот, то есть, я понял, что мне именно нужно тренировать вот это вот усилие на финише, для того, чтобы его делать, нужно на тренировках, это моя теория, да, нужно пробегать чуть больше, чем полумарафон, вот, по перформанс-кондишену, это для меня было сюрпризом, потому что, короче, я привык бегать, когда я бегаю полумарафоны, да, то есть, ты делаешь не тренировку, а прямо гонку, и в гонке перформанс-кондишен не определяется, поскольку сегодня была тренировка, как бы, да, вот, то перформанс-кондишен определился, и он был у меня на нуле, то есть, вот, на старте он был 0, так, давайте вот так сделаем, вот, 0, и потом все это дело пошло, там, минус 2, и докуда это дошло? Ну, давай, что-то, а, да, вот все, в минус 3, то есть, что можно сказать, хорошо, что начал не с нуля, то есть, ну, видимо, какая-то усталость была, ну, фиг знает, тут сложно все это сказать, главное, результат есть, вот, то, что в минус ушел, это абсолютно нормально, вот, то есть, это абсолютно рабочая история, соответственно, дальше, собственно, перегруз по тренировочному эффекту, ну, естественно, то есть, тут тоже, да, в Garmin напишу, что, как бы, ну, ребята, вы все-таки понимаете, что для, когда полумарафона, это уже не тренировка, то есть, вы учтите, поэтому здесь, я думаю, что он не должен учитываться, вот, и тут, скорее всего, то есть, после сегодняшнего дня у меня показатель VO2 Max, он начал чуть-чуть понижаться, ну, буквально чуть-чуть там понизился, это было неожиданно, вот, потому что, ну, как бы, потому что, вот, результат-то растет по темпу, вот, а показатель чуть-чуть понизился, совсем незначительно, но эта тенденция вниз пошла, вот, и, собственно, возможно, это как раз из-за этого, что, грубо говоря, перетрен, то есть, я слишком большое усилие применил, и, возможно, какая-то алгоритмика, вот, новое слово придумал, алгоритмика Garmin, она заключается в том, что, если ты, как бы, перетренировался, то показатели немножко будут падать, и, блин, ну, не знаю, короче, это вот для обсуждения, вот, неожиданно, да, что на финише, собственно, а, нет, средний, о, прям красота, смотрите, средний каден 180, это вот прямо, ну, прямо, то есть, хрестоматийно то, как должен быть, ну, частота шагов, 180 шагов в минуту, вот, красавчик, красавчик, вот, средняя длина шага, кстати, вот, можно посмотреть горки, вот, видите, вот тут, этот, такая, подъем такой большой, вот, и тут еще, то есть, это вот я с горки побежал, вот, что я еще хотел посмотреть, самое важное для меня показатель, это вот этот вот, Ground Contact Time Balance, собственно, да, разница между, так, это, сейчас, подождите, 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 это оно или нет, да, это оно, то есть, это как раз-таки разница между перевесом в левую и в правую ногу, то есть, вот, у меня, да, в левую ногу был перевес, ну, то есть, 51, в правую ногу 48, ну, как бы, да, все-таки я надеялся, что для, для больших темпов, что у меня все выровняется, а по факту, у меня хороший был показатель на старте, тут вот все зелененькое, вот, кстати, большой сюрприз, я думал, что на старте, когда я бегу в медленном темпе, ну, относительно медленном, у меня, наоборот, плохая техника, ну, неплохая, вот этот вот завал на левую ногу, а оказалось, что вначале-то все хорошо было, а вот под конец, когда темп стал расти, я все-таки стал на левую ногу заваливаться, блин, вот это неожиданно, конечно, вот, да, над этим, это вот открытый вопрос, над этим прям надо, надо поработать, потому что, ну, реально это вот сказывается на том, что, по факту, сейчас связка, ну, на левой ноге, вот я ее чувствую, то есть, немножко, ну, чуть-чуть, чуть-чуть неприятно сгибать колено, потому что снова связка вот здесь тянет, собственно, ну, это вот та история, которая, о которой я вам рассказывал, собственно, вот, вот эту область надо, надо будет дать, наконец-то, ей нормально восстановиться, отдохнуть, вот, такое, значит, собственно, горочки, вот они, вот это мост, вот он еще мост, и, собственно, да, подъем, очень крутой подъем, плавный спуск, резкий спуск, вот, короче, все, все в таком ключе, вот, ну, и, собственно, да, 40 минут бежал в четвертой зоне, час бежал вот этой в красной зоне, такой своей максимальной, да, вот, очень хорошо, очень хорошо, вот с пауэр-зонами еще, кстати, не разобрался, почитаю, почитаю, так, питание, рассказал, тренировки, рассказал, экипировка, по экипировке, наверное, все, все круто, с очками надо, вот, что-то посмотреть, мои уже так износились, тоже интересная история, и что-то еще, а, с кроссовками, да, то есть, по-прежнему, тема для меня открытая, вот, попробовал, да, вот эти вот, мизуна, ой, мизуна, господи, сокони, сокони эндорфин, спид 2, модель, ну, кайф, нравится, самое главное, да, что, опять-таки, ноготь теперь не сходит, другое дело, что эта ситуация с мозолями, да, то есть, грубо говоря, что будет, если я побегу марафон, например, то есть, если у меня вот после полумарафона уже, собственно, ну, вот такой этот самый, такая ситуация, то есть, просто физически я смогу пробежать марафон, то есть, у меня там, ну, как бы, палец там нормально с ним все будет, или его лучше сразу забинтовывать, вот, такой вопрос, ну, и, собственно, да, подбор обуви тоже, ну, остается, как бы открытым, да, то есть, тестировать, тестировать, бегать полумарафоны в разных кроссовках, вот, это все тоже очень интересно, так, ну, как видите, по моей эмоции, видимо, не настолько, да, как питание там и всякие, такие более биологические темы, так, ну, и что, наверное, 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 и все, да, я думаю, что все, самое время собираться, потому что уже 11 часов 10 минут, да, через 50 минут выезжать, вот, посплю, не знаю где, не знаю как, ну, вот, кайф, кайф, да, посмотрю результаты гонки, почитаю сейчас про эти пауэр-зоны, про ваты, которые бег выдает, вот, и наверняка еще что-нибудь точно вспомню, чего вам еще не рассказал, я точно чего-то вам не рассказал, потому что, ну, это стопудово, вот, поэтому, собственно, финиш состоялся, еще раз спасибо, спасибо, спасибо вам, во-первых, что, ну, давали какую-то мотивацию, я понимал, я видел просмотры, видел, что вы смотрите, да, я понимал, что я, ну, то есть мне приятно делать это для вас, я понимаю, что если бы даже один человек, если бы, Нина, если бы ты даже одна это смотрел, я бы все равно это продолжал делать, вот, потому что то, как ты об этом меня попросила, то есть я прямо, ну, я прям чувствовал, что насколько тебе это нужно, важно, и, ну, и мне так приятно, что делай это, то есть я еще могу кому-то приятно делать, да, и что кто-то, что-то, может, полезное, ценное для себя черпает, и, конечно же, мне приятно, когда вы даете обратную связь, когда вы пишете, ну, Нина, да, вот, ты часто это делаешь, когда ты пишешь там, например, что я сейчас послушала, когда ты рассказывал про это, а у меня сейчас вот это, офигеть, как круто там, или, не знаю, ты, я тут немножко приболела, а ты тут рассказываешь, как ты лимоны пьешь, и я тут тоже выпила лимон, и мне прямо к вечеру стало лучше, ну, офигительно же, да, как это все работает, вот, поэтому, да, спасибо вам большое, что терпите, терпите мою, мои длинные речи абсолютно, потому что, ну, мне, правда, важно, да, качественно, качественно выговариваться, проговаривать все моменты, я как будто бы в этот момент, да, по факту я, по факту в этот момент делаю какие-то выводы, анализирую что-то, да, запечатываю это, именно посылаю вибрации во Вселенную, да, потому что мысленные вибрации, они, конечно, тоже, наверное, как-то отсылаются, но когда мы сотрясаем воздух, в хорошем смысле слова, это, наверное, как-то более эффективно работает, вот. Да, спасибо вам за то, что вы есть, значит, всегда рад обратной связи, в личку, в комментарии вообще все не важно, потому что, как вы видите, ну, канал я, ну, то есть, пока что, да, не, ну, то есть, именно не развиваю, то есть, пока нет такой цели просмотры подписчики, все это, это все не важно, да, самое важное, что, что вы есть, вы смотрите, для вас это ценно, все, все остальное, всему свое время, у меня есть план, мы его придерживаемся. И спасибо еще раз, да, родителям, родителям за то, что, не знаю, как это, за то, что создали для меня такую оболочку, да, в которой, вот, я нахожу столько классных, интересных возможностей, ну, спортивных, в том числе музыкальных, это прекрасно, это правда прекрасно, это, ну, по многому благодаря этому в жизни прекрасно, вот, эмоции, впечатления, ощущения, победы, победы на фоне поражений, это все очень круто, контрасты, сильные эмоции и так далее. Что? Наверное, да, что-то, что-то надо пожелать. Что вам пожелать? Хочу вам пожелать уметь анализировать, находить причинно-следственные связи и не бояться идти куда-то, что вам непонятно, да, то есть, иногда в жизни бывают такие вещи, которые, вот, мы вроде хотим сделать, а не понимаем, а зачем, для чего нам это нужно. Хотим запустить какой-то, да, там, бизнес, что-то еще, а не понимаем, ну, то есть, видим какие-то преграды, видим какие-то, видим, что финансовая модель, блин, не работает, значит, как бы все, ну, нет смысла это запускать, но если при этом жгучее желание сохраняется, да, сделать это, да, вопреки всему, значит, надо делать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом-то деле вам нужно что-то другое, вы просто находитесь на том уровне, на котором вы еще не можете осознать, что вам нужно, но вы уже чувствуете, чувствуете то самое, чувствуете свой новый уровень и пока не можете логически объяснить, как вы к нему придете, но вы точно знаете, что для того, чтобы к нему прийти, вам нужно двигаться вот в направлении какого-то действия, которое для вас привычно, ну, скажем, запустить бизнес, ну, вроде звучит, ну, как бы привычно и понятно, да, и, то есть, еще раз, логика в чем, что вот вы захотели делать столы из редких пород деревьев, звучит круто, да, ну, вот захотелось, вас прямо драйвит, вы просыпаетесь с этой мыслью, но вы посчитали финансовую модель, посчитали все, риски и понимаете, что, блин, что-то, короче, не сходится, наверное, нафиг, наверное, не стоит это делать, и вот это, ну, на мой взгляд, большая ошибка, потому что нужно сделать что? Не то, что нужно, значит, что в моей голове происходит? В моей голове происходит следующее, что, окей, это не обязательно может быть бизнес, просто закажи, закажи, сделай себе сам стол, просто сделай, и в процессе этого, в процессе этого процесса ты обрастешь связями, у тебя появятся совершенно новые какие-то точки выхода на что-то, короче, в процессе того, как ты будешь создавать, делая то, что тебе хочется, ты как раз-таки и нащупаешь то, что ты еще не знаешь и не можешь даже назвать, ты найдешь свою новую страсть, найдешь какие-то новые возможности и так далее. Так было всегда, как музыканты приходят в группу, ведь не всегда это происходит через прослушивание, иногда ты просто приходишь в бар, потому что тебе нравится ходить в бары, да, вот, на тусовке, да, там, к твоим друзьям, и там ты, собственно, не знаю, как ты с ними знакомишься, какой-то коннект происходит и так далее. Еще раз сейчас расскажу быстро, очень быстро, Марк Миронов, да, это, ну, такой один из моих вдохновляющих барабанщиков, который меня сильно вдохновляет своим подходом, своей просто непреклонной целеустремленностью. Вот, я прекрасно помню день рождения Славы Кавленоса, год назад это было, вот, мы все собрались в большом каком-то клубе, вот, там было, ну, много вообще классных ребят, и стояли барабаны, были гитары, и там были, было несколько ребят из Аматори. И, короче, и вот спонтанно, значит, Марк Миронов с вокалистом из Аматори и с двумя гитаристами, точнее, это бывшие гитаристы Аматори, они решили сыграть пару песен. Для Марка это была мечта, а ребятам просто было по кайфу. Они сыграли, после этого, соответственно, ребята пригласили его играть в группу Outcast. Это группа гитаристов, как раз-таки вот этих двух бывших гитаристов и вокалиста. Короче, да, правильно, это был состав Outcast, они сыграли с Марком песни Аматори, ну, той группы, в которой они раньше играли без Марка. Вот, а я тогда тоже был на тусовке, и, наверное, об этом можно говорить, они меня пригласили сняться, у них есть другой электронный проект, они меня пригласили сняться как барабанщика вот в этот электронный проект. Соответственно, я тогда уже, то ли в Грузию, я не помню, короче, я тогда куда-то уехал, да, по-моему, в Грузию уехал. Вот, то есть съемки не состоялись, точнее, со мной, но, тем не менее, да, как это все работает. Но, думаете, на этом все закончилось? Нет. Сейчас, когда у Аматори большой тур с их максимальным составом, в котором играют почти все музыканты, которые за все время этой группы, так или иначе, были ее участниками, по каким-то причинам их барабанщик Даня, тоже один из моих, тоже самых таких вдохновляющих, ну, вот, пожалуй, Даня Светлов и Марк Миронов в России для меня это самые вот именно вдохновляющие ребята. Вот, ребята, вам огромное спасибо, если вы вдруг каким-то образом, очень чудом это сейчас смотрите. Значит, и... Вот, и когда у Аматори начались вот эти большие концерты, Даня, ну, по каким-то обстоятельствам застрял за границей. Соответственно, он не мог выступить с Аматори. Как вы думаете, кого позвали играть в Аматори? Конечно же, Марка. И я просто не сомневаюсь, что Марка это все... Блин, меня мурашками кроет. Я просто знаю, что Марка все это шикарно выполнил, и сейчас они, по-моему, в Екатеринбург, что ли, поехали. Короче, вот такая история, да, то есть, понятно, что, ну, Даня, я думаю, что, естественно, Даня это барабанщик Аматори, ну, потому что, как бы, у Аматори только один барабанщик, это Даня Светлов. Вот, но для Марка, ну, прикиньте, это просто, блин, как же круто. Теперь Марку осталось сыграть со Слепнотом, и что-то мне подсказывает, что он и этого добьется. Вот своим просто тем, что он просто планомерно посвящает очень много времени, если не все, барабаном и музыкальным тусовкам. Вот. Все остальное время он, по моим ощущениям, посвящает развлечениям. Ну, то есть, это игра в приставку и так далее. То есть, он качественно занимается, да, в своем деле. Или он общается с людьми из той тусовки, в которой ему важно, да, находиться. И он качественно, ну, он отдыхает, во всяком случае, да. И вот, вот секрет может быть успеха. Ну, опять-таки, да, для каждого успех и успешный человек это что-то свое. Но, например, если вы хотите вот стать, ну, там, классным барабанщиком, ну, история Марка, она такая прикольная. Вот, единственное, что, ну, Марк, тебе осталось, на мой взгляд, ну, реально, как-то финансово еще укрепиться, да, то есть, чтобы ты именно твой, ну, то есть, как сказать-то, внешние твои атрибуты, да, чтобы прям было видно, что ты не просто крутой барабанщик, но и что еще, это очень круто оплачивается, что ты научился это прямо очень круто, ну, монетизировать. Вот, тогда все просто, ну, то есть, я буду тебя в пример ставить, ну, просто всем. Всем, там, бизнесменам и так далее. Вот, короче, спасибо тебе огромное за это. Так, я это к чему говорю, что, вот, делайте вопреки всему. Если вы хотите делать, если у вас есть жгучее желание, сомнения все к черту. И тут самое важное, да, сомнения отбросить, но еще важно, ну, то есть, найти внутреннюю энергию и не побояться, потому что вы можете сказать, да, окей, хорошо, пофиг, я там, пофиг риски, да, может быть, я готов там с этим, ну, то есть, пофиг, ну, как бы будут риски, ну, и ничего страшного. Но потом вы можете залениться. И лени-то тоже хитрый, как бы, такой инструмент, да, для нашего мозга, который пытается нас уберечь всегда. Вот, поэтому, да, здесь важно, ну, то есть, четко чувствовать свой внутренний голос, если он вам говорит, что вы хотите, да, это делать, и, значит, значит, это надо делать. И следующее, да, следующая преграда, возможно, которая будет, это вот эта лень. Ну, лень, по-разному это можно называть. Вот, и тут тоже важно научиться это дело, ну, как бы, не перебарывать, в том-то и дело, что не надо через силу это делать. Нужно правильно это дело все обходить, договариваться, как я сегодня, да, дал свой лучший темп, думая, что я на самом деле не получается ускориться. Вот, и тогда, тогда вы будете двигаться как раз-таки не вперед, а вверх. Чего вам и желаю. Так, возвращаемся к результатам. Значит, смотрите, что на сайте предварительные итоги, ну, протоколы вы опубликовали, точнее, это, наверное, правильнее будет сказать, это не протокол, а именно предварительные итоги. То есть, всегда, да, по завершению гонки, естественно, сейчас электронные средства позволяют быстро фиксировать результаты и сразу же их загружать, да, в интернет. Поэтому они всегда называются предварительные итоги, потому что, наверное, финальные итоги, они публикуются после оспаривания результатов. Ну, там, наверняка у кого-то, не знаю, там чип не прочитался, кто-то, кто-то, не знаю, там чип потерял. Ну, короче, всякие ситуации могут быть. Вот, это стандартная практика. Поэтому предварительные, я сейчас захожу в свой личный кабинет, смотрите, ну, вот, собственно, аватарка, фоновая картинка, список гонок, в которых я участвовал, ну, собственно, это первое. И давайте по результатам. Немножко, опять-таки, ну, блин, вот приятно, но, короче, сравнивая себя с другими, ну, честно скажу, да, приятно, особенно, когда ты на дистанции полумарафона, ты 101 из 3032 человек. Обычно я, ну, вот в России, когда бегал, я где-то был, ну, посерединке и даже, точнее, ну, чуть ближе от серединки к лидеру. Вот, а здесь прямо, ну, 101, то есть, ну, это прямо очень крутая позиция. Из мужчин я 92 из 2209, вот, а из мужчин моего возраста, это мои возрастные, мои возрастные группы 35-39, я 34 из 578. Короче, относительно других просто пушка-бомба результат, и это, ну, то есть, я не знаю пока, какие выводы делать, потому что, потому что лидеры, ну, вот вьетнамцы, которые пробежали полумарафоны и марафоны, они пробежали за то время, за которое, ну, в принципе, там, мировые лидеры бегают. Ну, то есть, хорошие, прям, качественные результаты, то есть, нельзя сказать, что, ну, что вьетнамцы менее спортивные, да. Другое дело, может быть, может быть, что, то есть, смотрите, либо два варианта, либо я действительно молодец и крут, вот, либо же здесь сама культура очень популярна, да, там, гонок, полумарафонов и так далее, но, соответственно, может быть, не все уделяют этому много времени, да, то есть, опять-таки, надеть футболку, вот то, что я заметил, да, что все прям надевают футболку эту общую, и, то есть, для меня это странно, да, потому что мне, наоборот, всегда казалось, что ты, то есть, ты, как бы, индивид, да, то есть, ты всегда соревнуешься с самим собой и, как бы, надевать какую-то общую, общую одежду, тем самым становясь частью какого-то единого события, ну, не знаю, то есть, как будто бы это уже не про спорт, да, не про какие-то достижения, а просто про классное времяпрепровождение, и это, на самом-то деле, это и есть самая здоровая форма спорта, да, когда ты не за результатами гонишься, а просто тебе кайф надеть, ну, оранжевую футболку, как и все, да, и с этой футболкой, собственно, пробежать вместе с другими людьми, испытывая общие эмоции, ну, наверное, в этом, в этом-то есть, это, ну, это действительно самый, самая полезная форма спорта, все остальное это уже про, собственно, там, да, воспаленные связки, как бы, и всякие-таки истории, вот, но, короче, ладно, это все про сравнение себя с другими, это нам не так интересно, нам самое интересное наш отчет, значит, мое финальное время, час 45-48, и, что я сначала, чему не очень порадовался, смотрите, финальный результат, финальный темп средний, а, точнее, вот, 5 минут на километр ровно, я, значит, уже было полез смотреть, какая дистанция трассы, зачем я это хотел сделать, я хотел просчитать, на сколько секунд мне надо было быстрее пробежать, чтобы сделать 4,59, и потом я себе вопрос, зачем я это делаю, то есть, что я этим добьюсь, это, как бы, мышление бедного человека, да, то есть, ну, если вы вдруг не помните, да, что, вот, история, сгорел дом, и о чем вы будете думать в первую очередь, вот, бедный человек будет думать, задавать вопросы, как это произошло, что случилось, вот, богатый человек будет думать о том, окей, что делать дальше, окей, вот, теперь такая ситуация, так, такие у нас водные, как мы будем дальше действовать вот поэтому как бы рыб думать о том насколько секунд быстрее надо было пробежать чтобы получить результат это неправильное мышление поэтому я собственно отбросил эту идею и значит зашел в кармин connect зашел в раздел самого самой гонки поскольку она у меня сейчас объясню то есть это беговое событие как раз таки к нему привязывается мой тренировочный план по темпу да по из про стратеги вот то о чем я вам рассказывал но поскольку я бежал гонку не по вот этому беговому событию а в рамках тренировки соответственно у меня это беговое событие она сейчас не ну то есть гармин думает что я его не пробежал но смотрите что здесь интересно видите целевое время какое стоит час сорок пять сорок восемь это именно то время за которые так батарейка беспощадно села в какой момент не знаю ну короче если кратко говорить мой финальный результат по протоколу значит час сорок пять сорок восемь если мы сейчас перейдем приложение garmin где подгружен gps track то 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 ту цель которая себя ставил она была 459 и соответственно в соответствии с маршрутом трассы мой мое время должно было быть как как вы думаете какое час сорок пять сорок восемь то есть секунда в секунду я пробежал и ну это просто это настолько красиво как это все получается что лучше наверное не придумаешь то есть если бы я даже пробежал чуть быстрее это было бы уже не так красиво то есть это было бы может быть более уверенно типа с небольшим запасом но в этом нету красоты и вот это интриги что он просто секунду в секунду прибежал вот потрясающая история поэтому так поэтому такие вот апдейты вот теперь осталось потрясающая фича приложения кармин в том что теперь можно в это беговое событие к нему привязать активность которую фактически я совершил то есть смотрите у меня здесь в календаре за сегодня до что что гармин видит так почему-то вай-фай подключился сейчас секунду вот мы видим соответственно это то что это то что в рамках тренировки было соответственно вот он прописался до полу марафон все в хороший темп а это собственно само беговое событие вот это ниже вот и теперь я могу прилинковать вот эту гонку к этому беговому событию и тогда все вообще максимально красиво сойдется и все я спокойно сяду в самолет и буду сладко спать вот и радоваться начало сегодняшнего дня чего вам всем и желаю и кстати по поводу личного кабинета здесь смотрите после результатов идет сразу фотографии с тобой и причем прошло буквально там несколько часов после финиша и уже есть какие некоторые фотографии со мной подгружены собственно ну на всякий случай в россии это тоже есть но это отдельная организация которая также своих фотографов до приглашает на гонки они выгружают на их портал марафон фото по моему называется еще раз какая-то одна появилась вот здесь что прикольно что во первых это все бесплатно насколько я понимаю вот можно скачать во вторых ну то есть это сразу в личном кабинете то есть какая-то какая-то какой-то намек на социальную сеть появляется здесь вот поэтому круто круто очень удобно все в одном месте фотографии бесплатные но справедливости ради надо сказать что и стоимость участия в гонке она такая ну как бы вьетнама прям большая поэтому естественно ну как логично и фотографии тоже включать в эту стоимость вот короче молодцы и вот за личный кабинет все огромный зачет будем смотреть наблюдать и буду делиться какими-то еще новыми открытиями вот это тем более будет полезным тем кто проводит марафоны там в россии и так далее вот очень очень прям удобно я прям прям радуюсь не нарадуюсь продолжаем